Микс Ньюс. Продолжается, да, наш такой марафон. Да, доброе утро. Артём Лепин, Олег Пеков всё ещё в студии. Здравствуйте тем, кто только подключается к нам. Родион Золотарёв, наш звукорежиссёр. Мы сейчас продолжим общение с нашими гостями, но прежде чем я объявлю, кто у нас в студии. Что? Что сейчас происходит? Да, короче, короче. Ну, как понятно, утром пока новостей не так много. Из, пожалуй, самого важного. Президент Латвии Гиллевец пришёл и проголосовал. Естественно, он не рассказал, за кого проголосовал, но проголосовал он в здании начальной школы Школы Фритиса в Ривземнеексе в Агентсканте. Он ещё рассказал о том, что, по его мнению, ни один список не идеален, он со всеми ознакомился и очень активно ставил плюсики, очень активно вычёркивал. В общем, нашему президенту важно, кто будет управлять столицей. Об этом он говорит. Ещё из таких важных новостей, пожалуй, то, что очень низкая активность во многих участках, скажем, в Японской 15-й средней школе очень такая, мало избирателей в день выборов. При этом, с другой стороны, он говорит, что на досрочных выборах, наоборот, проголосовало больше людей, чем в прошлый раз. Поэтому то на то, видимо, выходит. Посмотрим по итогу в конце дня, сколько проголосовало, но пока так. Ну и, в общем, наверное, самые важные новости. Но мы напоминаем, что на Миксинюс ЛВ у нас весь день, сегодня и даже ночь будет идти онлайн по поводу выборов. Поэтому заходите, читайте новости и будьте в курсе. Я хочу сказать, что действительно я впервые столкнулся с такой атмосферой секретности, потому что было очень сложно. Я впервые столкнулся с ситуацией, что председатель вот этой комиссии избирательного участка буквально отказывается общаться с журналистом без отсутствия специального письма, что вот я там откомандирован на этот участок. Вроде бы... И такого не было никогда. Никогда, я же не собираюсь делать фотографии, видео, сидеть, наблюдаясь. Просто какое-то чисто человеческое впечатление, насколько устали за три дня. Как настроение. Как настроение, кто приходит. И вот это просто как будто бы из этого делается тайно. На 79-м участке не знаю, что причиной. Ну, у нас еще будут новостные выпуски в 13, 14, 15. Там тоже будут на каждом из них созвоны с людьми с участков. Посмотрим, будет ли отличаться ситуация в середине дня и в других местах. Ну, а настало время у нас общения с гостями в студии. Следующий час. С нами в студии находится член правления общественной организации «Город для людей» Андрей Оландж. Здравствуйте. Здравствуйте. И журналист-ученый Константин Ранкс. Здравствуйте. Добрый день. Да, напоминаем еще раз телефон на прямого эфира. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вы нам звонили в самом-сам конце, поэтому мы не успели принять звонок, я видел. Но, пожалуйста, звоните сейчас или пишите по WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Причем желательно все-таки какие-то вопросы, потому что был один текст про то, что я никому не верю на этих выборах и что все хотят распилить бюджет. Интересный комментарий, но не вопрос. Поэтому да. У меня вопрос сразу, может быть, к нашим гостям. Вот этот 5-процентный барьер, который нужно преодолеть партиям, насколько психологически вот эти 5% могут повлиять на выбор людей, потому что, ну, я сам знаю и многие обсуждают, что вот когда, предположим, каждый человек хочет проголосовать за какую-то партию, которая ему понравилась программа, но если он держит в голове, что вдруг эта партия не наберет, значит, 5% голосов, мой голос пропадет, он потеряется. И при этом, ну, и вот мне нужно тогда проголосовать, наверное, за ту партию, которая, ну, уж точно пройдет. За второго бандита. Да, но получается так, что это не его, в общем-то, ну, это влияет все-таки на его выбор. Он, может быть, сердцем хотел бы проголосовать за эту партию. И, может быть, если бы все проголосовали, она бы прошла, она получила бы 5%. Но из-за того, что каждый, ну, вот это вот возникает какой-то вот этот круг, который выталкивает наверх, скажем, ну, какие-то более раскрученные партии и топит, наоборот, вот какие-то партии, которые, может быть, привлекали бы Рижан, но могли бы, но вот они не проходят силу этой психологии. Я могу свою историю просто рассказать. На прошлых выборах мы рассматривали программы всех партий. И для меня лично, и, по-моему, для нас, для всех, самая лучшая программа была у «Носвердс Латвии», у Дианы Новицкой. И я просто потом почитал все остальные партии, вот это вот все «вокруг да около», мы там продолжим, да, лучше, как это, счастье для всех, и пусть никто не идет обиженным. Я просто посмотрел там четкие шаги, проголосовал, она получила, по-моему, 1500 голосов, но у меня потом все остальные 4 года совесть была чиста, как бы, я проголосовал сердцем, ну, почему бы нет. И, с другой стороны, сейчас, по-моему, ну, вот на наших выборах, на выборах в самоуправлении немножко посложнее-то, а на выборах в семь не надо получать 5, надо получить 2. Если человек получает 2%, они продолжают свою деятельность, там, кто у нас сейчас. Прогрессивный так прошли. Нет, прогрессивный, и кто ты, по-моему, региональное объединение тоже. Русский Совет с Латвией, мне кажется. Да, и Русский Совет с Латвией, да. Так что, почему бы нет. Вот здесь конкретно, слава Богу, что теперь у людей хватило мозгов у некоторых объединиться, и, соответственно, за тех же самых, за прогрессивных или там за региональные объединения, которые вряд ли бы сами прошли в Риге без тандема с националами у них, там, и, возможно, есть прогрессивных, было бы, но они объединили с Атой стейбой пар, и поэтому теперь я не уверен, что за они голосовались. Почему бы вычеркивать? И то же самое. У нас же, как все люди знают, что плюсик может быть. Берите пример президента, активно вычеркивайте. Именно так, именно так. Ну, я хотел бы сказать, поскольку я сам не рижанин-то, да, поэтому я смотрю со стороны, но принцип вот этот, ну, он достаточно хорошо ведь отработан искусственными специалистами по политическим манипуляциям. Ясное дело, что если есть две примерно одинаковых партии с одинаковыми примерно лозунгами, а лозунгов, в общем-то, довольно ограниченное количество, то ясное дело, что вот этот барьер будет отрезать людей от новой партии, и люди окажутся в ситуации, что либо им голосовать за вот эту новую неизвестную партию, либо за партию, которая уже известна, и которая в какой-то мере перекликается с тем, за кого он хотел бы переголосовать. И тогда он идёт и голосует, как, скажем, знаете, старое зло лучше нового, да. И вот эта вот градация, установки вот этой градации, чем выше вы ставите процент, вот этот, тем сильнее вы играете на пользу старичков, если, конечно, не появляется какой-то взрывной популист, но у нас на данный момент у нас просто здесь таких нету, таких вот мощных, ярких лидеров, которые... Вот я могу сказать, что в своё время крайне вот таким вот взрывным популистом был Яхим Зигерест. Это было 30 лет тому назад. Люди помнят его бананы. Ну, это не то, Зигерест был человек, который обещал всё сразу, и бананы, понимаете, всё, уже, как говорится, политика пришла, а бананы остались. Ну, слушайте, в Русском Союзе Латвии тоже есть депутат, кандидат, который обещает бегемотику найти пару. Это, конечно, не бананы, но бананы, нет, это не бананов. Ну, это, знаете, это уже не то. А бананы в то время, в начале 90-х бананы имели огромное значение. Может быть, он сдержал свои обещания. Я просто хочу сказать, что это действительно очень важная вещь, и существование барьера, оно, несомненно, влияет на то, как будут голосовать люди. У нас тут звонок есть, давайте мы его послушаем в самом начале, потом уже продолжим наш разговор. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У меня есть два вопроса, можно я быстро скажу? Да, если быстро, конечно. Разрешена какая-то агитация сегодня? Нет, сегодня не разрешена. Открыть, пожалуйста, а вот передача предыдущая, где был господин Атсупов, вот это, знаете, по фамилии, как я помню, разве это не агитация, это вообще дошли до того, что начали голоса считать, кто побеждает, кому чего-то не хватает. Вы что, ребята, разве это можно делать сегодня? Спасибо, первый вопрос, а второй? Алло? Нет, ну агитация считается конкретно сказать, что ребята, идите сегодня, или сказать, я проголосовал за такого-то. Мы считали в предыдущем эфире потенциальные голоса по математической модели, по крайней мере, так узнал господин Атсупов, это, в принципе, разрешено. Более того, когда будут появляться результаты экзит-полов, мы их тоже будем анонсировать, и несмотря на то, что там будут явные победители и проигравшие, это не будет считаться никакой агитацией. Но да, на всякий случай мы предупреждаем наших гостей, что агитировать. За что я, друзья, агентирую, голосуйте за себя, сходите, просто проголосуйте. Все, кто еще там сейчас встал и со своим кофем сидит, вы... Да, ну и сходите, проголосуйте. У меня такой вопрос. Известно ведь, что люди чертовски не любят изучать программы, тем более, что они написаны достаточно туманным языком, и с каждой... Никто же не напишет, что я иду для того, чтобы разрушить... Все хотят созидать. Все за добро. Все за добро. И вот разобраться в этих программах очень сложно. Мы уже в прошлом часе говорили о том, что люди голосуют иррационально. Сидя вот иногда в участках, я наблюдал, что выходящие люди обсуждали очень активно. Я понимаю, что голосовали просто потому, что прическа понравилась, красиво выглядит депутат, приятный по наружности. Вот за него и проголосовали. Вот это... Насколько вот эта иррациональность, она тоже вот вносит какой-то вот... Хаос. Хаос. Это повсеместно. Вы знаете, даже до уровня Европарламента и принимать ее там решений. Вообще, какую ни возьмите страну везде. Это же все-таки везде люди. И депутаты, какие бы ни было, это не, так скажем, не французская академия бессмертных, которые, так скажем, всей своей жизнью доказали свои таланты и, можно сказать, гениальность. Нет. Это люди, которые более-менее уверенно умеют пропихивать свои идеи и продавать себя общественности. И дальше возникает очень простая вещь, что действительно людям нравится выбирать тех... Как вы знаете, это в Фейсбуке мы замечаем и в других социальных сетях. Да, во всех, какие вы хотите. Вконтакте, одноклассники, там, Твиттеры. Если нам мнение человека нравится, мы ему ставим лайк. Но почему это мнение человека нравится? Это очень важный момент. У людей есть очень похожий опыт. Если мой опыт говорит, что все политики – жулики, то тот, который выйдет из трибуны и скажет, что все политики – жулики, он скажет то, что я и так знаю, мы с ним на одной волне. Другое дело, что этот человек может использовать мои собственные, так скажем, ошибки, моих собственных тараканов заставить гулять по нужному направлению. Это же тоже используется. Ведь вам стоит поднять какой-то определенный флаг, например, на какой-нибудь демонстрации за пределами ЕС, поднять флаг Евросоюза. И когда это покажут по телевидению, допустим, в Европе, то, несомненно, что большинство людей, которые связаны с политикой в том же Евросоюзе, будут тепло относиться к тому человеку, который поднял этот флаг, не вдаваясь в подробности, почему он поднял. И это повсеместно. Мы смотрим на экран телевизора, и раньше, чем мы поняли, что люди эти говорят, мы уже видим какие-то символы. Эти символы не случайно. Это отработано тысячелетней историей человечества. Поэтому так важны символы. Вы можете вдаваться в один символ, поднять знамя своей точкой зрения, но, условно говоря, все остальные, или как многие из них, подумают, что вы совсем нехороший человек. И не будут слушать, что вы говорите. Вот это очень важный момент. Они не будут слушать и, как вы отметили, разбираться в тонкостях программы. Он просто выбрал символ, который для многих людей, а может, для большинства, как красная тряпка для быка. Поэтому я хочу сказать, что, конечно, важно написать хорошую программу. Замечательную. Но если вы взяли не тот символ... Или не того человека. Или не того человека, вы совершенно справедливо говорите. То все. И вся эта программа, будь она тысячу раз хорошая, она все, это мусор. Поэтому, мне кажется, тут вообще, с одной стороны, и уметь-то надо. И у нас... И позволю просто сказать, что мне кажется, что огромная проблема в том... И вот коллега, может быть, меня согласится, может быть, разовьет эту мысль лучше. У нас проблема в нашем обществе в том, что у нас нету в массе своей опыта самоорганизаций и общественных инициатив, которые бы были бы... Ну, вот сейчас поднимают голову. Вот, вот теперь вот это очень важно. Да, и сейчас же появилась... Ну, намановался целая экипа, да. Нет, я не про то. Это, по-моему, один человек поднял, и миллион ответил «Есть». А сейчас появляются Апкайми Бедриевс. Целая куча там уже. Тейка, вот из Апарпро идет, по-моему, три человека, которые именно лидеры, а из Венаты идет один человек. То есть, уже люди, которые создали себе какое-то имя на том, что они организовывают свой маленький микрорайончик Апкайми. Они на этом поднимают некоторое количество голосов, получают политический вес и уже попадают в списки. То есть, получается, они не через партийные пути идут, а через голову партии обращаются напрямую к людям. Ну, что там, не знаю. Изучил программу, да, вот конкретно. Венаты бы есть с Пунда. Насколько неизвестно, он не член Венаты бы. Нет, ну, у меня есть такие подозрения. Но он просто из-за того, что это известный человек в Чекуркалнсе, он там получил место. То же самое Алия Турла из Саркандалговы. Ван Цанэ из Тейки. Это знаменитая защитница марсопарка. Марсопарка Михаил Символиди, это тоже член нашей организации. И Марис Калайс, который тоже довольно активно участвует именно в этих внизовых объединениях граждан. Если мы пойдем немножко к программам конкретно, так как вы оба связаны очень сильно с окружающей средой и с тем, как город взаимодействует с этой средой. Лозунг «Зелёная Рига», он чуть ли у каждой второй партии есть в программе активно, и все об этом говорят, что Рига должна быть зелёной. При этом же одновременно те же партии говорят, что в Риге нужно строить какие-то там дома новые, дороги ремонтировать, расширять какие-то там парковки. Вырубать этот парк. Да, в общем, у меня создаётся впечатление, что это какие-то противоречащие друг другу параграфы. Но, может быть, я не прав. Вообще возможно сделать в Риге, на любом городе, особенно в Риге, учитывая какие-то у нас узкие улочки и исторический центр. Можно ли как-то объединить зелёность и при этом урбанистическое развитие? Ну, я могу так сказать, что можно очень много к чему оппонировать. Например, узкие улочки. Владимара вроде как бы и узкая, деревья есть. Бривибос вроде как широченная, шоссе пятиполосная, деревьев нет. Так вот именно поэтому? Нет, дело-то не в том, что она узкая, не узкая. Дело в том, что чего мы хотим достичь. Если каким образом человек, ну, каким образом, например, я субъективно воспринимаю, что город зелёный, не зелёный. Когда я еду по своему маршруту, я вижу деревья, я не вижу деревьев. Я, например, работаю на улице Дзирново. Улица Дзирново, если посмотреть от Валдемара в сторону станции, она без деревьев абсолютно. Это просто вот такая вот стена из стен. И больше ничего. Если посмотреть на улицу Бривибос, на которой я сворачиваю, когда я еду домой, это тоже стена из стен, там нету ничего. Ну, я как раз про это говорю, что вот Валдемара она узкая, улица, и если её расширять, то придётся эти деревья вырубить. А зачем Валдемара расширять? Ну, предположим, да, очень узкая, в час пик пробки. У кого? Ну, у меня, например, когда я на работу еду. На автобусе? Да. Ну, так это значит, ну, это же, давайте тогда решать, а что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся машинки двигать или людей? Если людей, это одна ситуация. Если машинки, тогда, конечно, давайте расширим, оставим по метру тротуары, всем будет хорошо. Все будут кататься на машинках 40-70 км в час. Ну, то есть решение велодорожки? Нет, не решение велодорожки. Конкретно там, смотрите, у меня нету конкретно там решения. Там просто широченная улица, она де-факто четырёхполосная, то есть две в каждую сторону. Де-юре она однополосная, и для общественного транспорта там не сделано ничего. То есть, как известно, у нас есть эта программа 20-30, в котором пешеход, велосипедист, общественный транспорт, доставка и личные автомобили в самом низу пирамиды. Но у нас сейчас там ничего не сделано для того, чтобы второй элемент этой пирамиды ехал быстро. Там регулярно происходит такая ситуация, когда стоит просто вот, получается, где-то от Зырнову и до условной стабу там просто одни троллейбусы стоят. Но я понимаю, вопрос все-таки был скорее в том, что листая программы, мы понимаем шизофреничность того, что люди обещают совершенно противоположные вещи в одном флаконе. То есть, сделаем и зеленую Ригу, и вырубим парки для того, чтобы построить новые дома. Ну, вполне возможно, что эти части программы писали разные люди. Например, опять же, у прогрессивных опар, у них же там и есть и зеленая Рига, и от Истыба. И опять, знаете, очень интересно, ведь понятие даже зеленый город может быть очень любопытное. Вы можете иметь весь город чертовски урбанизированный, но в черте города будет несколько огромных лесных массивов. Как у нас. И это, кстати, в Москве... Так у нас тоже самое, Шмерлик знаменитый. Да, да, да. Это хорошо для экологии? С точки зрения развития биоциноза, конечно, потому что в таком достаточно большом пространстве могут жить леи, белки, есть где гнездиться птицам, насекомые очень важны для тех же самых птиц, растения там растут. Короче говоря, это уголок природы живой внутри города. Если вы эти деревья распространите вдоль всех улиц, конечно, деревья стоять будут, план вы выполнили, но, извините, какие там птицы, какие там будут белки, потому что там будет загазовность, и даже если когда-нибудь пересядете на электромобиле, шум от колес все равно будет этих животных пугать. Да и вокруг люди ходят. То есть, решение, то есть, это не шизверническая программа, а просто вот у нас район зеленый, там мы же парс. Ну, вот вы сказали зеленое, да, а давайте тогда говорите, что вы зеленое имеете. А очень часто под словом зеленое имеется в виду еще экология. Или все хорошее. Все хорошее. А у меня возникает вопрос о том, что, собственно говоря, мусорники, вот я тут проезжал как-то по городу, мусорники, которые утром к понедельнику вот так вот завалены горами мусора, вот там вроде стоят желтые эти контейнеры для пластика, да, зеленые, ну, вот эти вот, но вот вроде они стоят теоретически. На самом деле их не вывозили, гигантские горы этого мусора, крысы. Собственно говоря, это что, мы таким образом крыс разводим? Не бьется нос. Бьется нос. Там разнообразие, там блохи, все это хорошо. Но вопрос следующий, что понятие зеленый город, это не просто посаженные деревья, которые посадили согласно разнорядке, а потом отчитались. Все, посажено. Да, и, кстати, я бы хотел заметить, я выписал те вещи, которые важны нам, как городу для людей, и каким образом они соотносятся со всеми программами. Извините, я тут, ну, некоторые программы, типа Яуна, Сасканя и там центра партии, я их не выписывал. На всякий случай постараемся не заходить на территорию в агитацию. Конечно, конечно. И вот просто там у нас написано по деревьям, будем сажать 2000, ГКР упоминает, АПАРПРО опять, а вот АПАРПРО обещает сохранить. Вену ты бы будет сажать, и ЕКП будет сажать. То есть получается такая ситуация, как у нас сейчас есть. То есть давайте мы сначала солью их все высушим, высушим, а потом 2000 посадим, а потом еще раз высушим солью, и потом еще раз посадим. И, кстати, про соль, сейчас дайте момент, да, единственный, кто говорит, что они будут продолжать солить, это националы, остальные вообще про соль ничего не говорят. То есть это получается, что у нас, ну то есть как у нас, вот если посмотреть улицу Бривибас, не улицу, а Бривибас-Гатва, от ВЭФа туда в ту сторону, там идут деревья двумя полосами. Одна прямо около проезжей части, а вторая отделена велодорожкой, иногда отделена тротуаром. И вот те, которые прямо около проезжей части, вот недавно только что в твиттере видел, они уже стоят желтые и сухие. Все. То есть они как-то там еще по весне начинают как-то распускаться, а сейчас они уже стоят сухие и желтые. А те, которые дальше от дороги, они до сих пор стоят еще нормальные, желтые, деревья. Зеленые, да. Да, зеленые, пардон. То есть только начинают желтеть, потому что вот осень пришла. И только из-за того, что очень много соли. Тут я хотел тоже, мне интересный был момент, потому что я помню, что на предыдущих выборах, даже не на предыдущих, а на сейверских выборах, как раз таки ответственные пары прогрессивные еще на разных списках, они активно говорили «зеленая рига», у остальных вроде такого не было. А сейчас, когда у всех «зеленая рига»… Это в семь или… В семь, в семь, да. А сейчас, когда у всех почти «зеленая рига» это часть их девиза, у адвестов и пары прогрессивных у них девиз «на самом деле зеленая рига». Да, нам сейчас нужно прерваться на рекламу, после чего мы вернемся и продолжим обсуждение. Продолжается эфир на радио «Болотком». Артем Липин, Олег Пеков в студии, также у нас в гостях журналист-ученок Константин Рангс и член направления общественной организации «Город для людей» Андрей Оленьш. Здравствуйте. Пропал. Молчание сильнее тысячи слов. Ну, может быть, мы коснемся вот этой осторожненько предвыборной кампании, потому что перед выборами всегда забиты почтовые ящики действительно листовками, но в этом году, мне показалось, было как-то меньше активности, то есть куда-то, может быть, переходят какие-то традиционные формы, когда билборды, транспорт с портретами политиков ездят, то есть в прошлые годы. Смещается ли сейчас вот эта рекламная кампания больше, скажем, социальные сети, интернет, насколько вот это… Мы с палатками ездили много, кстати. С палатками все время ездят. Ну да. Не знаю, у меня есть только такое наблюдение по поводу всех этих предвыборных кампаний. У меня есть подозрение, что «Саскани», ввиду того, что они мне даже на бумажке не выписаны, у них настолько общая… Общая… Плохая программа, у них отсутствие полностью большой программы, в отличие, например, от националов, от опар и от альтернативы, что заметим. Мне показалось, что они попытались сэкономить и хотят посмотреть, а вот если мы вообще ничего не будем делать, сколько мы наберем в Риге? И вот они хотят просто вот сейчас прокатить, потому что опять же тот же самый Чекушин, а кто это такой? Ну, вот у меня, как это, слишком много домбурса сейчас в голове из-за того, что я посмотрел все эти передачи и вот сейчас только что дебаты смотрел вчера вечером. Ну, хотя бы Владову поставили бы. Она хотя бы знает… Ну, она знает, что там как это… Кослацает эвайдера. Хорошо, но если вот мы не будем касаться там конкретных имен, вот насколько вам кажется, что не приелась ли уже вот избирателям такая традиционная реклама, когда, ну, политик обязательно в галстуке, ну, там, причёсаны, приглажены, вот эти традиционная серия фотографий… А мне кажется, это Константин уже только что обсудил о том, что это сигналы, которые воспринимаются уже тысячами лет. То есть, это… Но есть вопрос, какие сигналы? Вот я могу согласиться с мыслью о том, что, как раз Артём Лимпин за эфиром говорил о том, что, простите, одинаковые, ну, вот эти совершенно… Зелёное, зелёное, зелёное. И реклама эта зелёная, напечатана на бумаге, которая нельзя перерабатывать. Ничего себе зелёное. Покажите, допустим, где-нибудь в Европе зелёную рекламу, там скажут, что это профанация. Потому, что если ты уж зелёный, тогда уж будь добр, печатайся на такой, знаете… На вторсырье. Ну, да. Согласен. Ну, да. Согласен. И, кстати, тогда бы это сразу было бы заметно. Да. Согласен. Сразу бы заметили, господи, ты боже мой. Ну, вот действительно, если бы политик с ирокезом на голове появился, что всё будет по-другому… Ну, то есть, с лозунгом там всё будет по-другому. Но для этого должна быть личность, для этого должны быть крутые профессионалы, для этого должны были быть сделаны исследования. И для этого нужно действительно понимать, что хотят жители города. А у меня сейчас такое, это моё личное ощущение такое, что никто не может понять, что они хотят, потому что эти-то люди живут вполне себе хорошо, да. И дальше возникает следующий момент. Играя, можно тогда играть на том, что люди не могут изменить. Вот не могут изменить родной язык. Вот. Вот и дальше. Если все эти самые… их программы как под копирку, ну, там, с вариациями, да, то в таком случае действительно будут голосовать за национальные партии, за русские партии, ну, и кто-то за центристов. Вот весь политический спектр. А если бы появилась хоть какая-то сила, да, которая, как вы говорите, с ирокезом, или как Артём говорил о том, что на бумаге на такой экологической, вот, или человек, который вышел бы из среды общественных организаций, допустим, вот, знали бы мы, человек победил, и вот этот ваш парк, Марс, по-моему, да? Да. Вот. Не стали рубить. Понимаете, как бы этот человек поднялся бы в глазах всего общества? Один со своими единомышленниками просто стоял против системы и выиграл. И вот его любая партия бы забрала себе. Ну, так и забрала. Точнее, он бы выбрал. Так уже и забрал. Куда ему идти, да? Вот. То есть, нужны и, с одной стороны, яркие харизматические личности, вот, а они должны появляться из реальной работы с людьми. Ну, как Лех Валенца. Нам нужен Лех Валенца. Ну, да. Ну, смотрите, появился бы человек, который бы организовал и решил вопрос, там, людей поднял, наконец-то, уберём эти мусорники, решим проблему мусорников. Как я понимаю, вот открываешь постоянно сайты про Ригу, это какой-то, знаете, вечный такой, вечный сюжет. Проблема вывоза мусора из Риги, проблема, ну, Неаполь какой-то. Как, вы знаете, как будто какой-то Неаполь, в котором завалы мусора действуют, мафия Нгрета, да, вот там ещё что-то. Что, нельзя решить проблему мусора? Но если кто-то, вот появился бы персона, которого бы все понимали, что там, где появляется он и его люди, там будет хороший мусор. Не будет мусор на дорогах и на улицах. Понимаете, это совсем другое дело. Мне кажется, что очень важно, чтобы были конкретные предложения, какие-то яркие образы, и тогда они поведут за собой... А нет ли такого, что уже вот у нас так устоялся этот круг? Ну, всё время говорят, где новые политики, но вот как бы устоялся этот круг, переходит из политики из одной партии в другую, меняют название, что они просто не пустят в этот круг какого-то яркого. То есть, они будут понимать, что он отберёт у них электорат. Или под себя его заберут, как... Ну, или да, вот постараются. В смысле, да? Ну, что называется, да. Вначале объединение, а потом и... Потом это уже у коллеги. Соблазняют ли вас? Политики. Ну, одного точно соблазнили, но он как бы всегда поддерживал. А так? Не знаю. Не уверен. У меня есть просто комментарий. И хотел бы добавить реплику по поводу того человека с иракезом. Слежу за российской политикой, есть там такой человек Максим Кац. Да, он к нам по фирму ходил. Да-да-да, было дело. И вот у Максима Кац, он был как раз-таки тот человек с иракезом, который сколько-то там лет назад, десять, не знаю, семь лет назад баллотировался в муниципальные депутаты и депутаты Щукина. Это район Москвы. Это что-то похоже на нашу думу по объему, только там поменьше, конечно. Ну, вот он как раз-таки написал. Я без... У него была листовка, в которой он был в какой-то там, не знаю, в клетчатой рубашке с хайером. И он написал, типа, у меня нет ни высшего образования, да просто пришел как, ну, как это... Хочу там помесить болоты. Вот это вот. Его выбрали только из-за того, что он был настоящий, как это, без галстука. И... А потом еще оказалось, что он настолько способный человек, что сейчас это, ну, на мой взгляд, это политик, ну, то есть, второй политик после Навального. Оппозиционный вы имеете. Ну, да, да, да. Ну, вот. А с моей стороны людей моего поколения, вот, я как только его вижу, так меня сразу трясти начинает. Нормально. Потому что с моей стороны он, как очень многие люди молодые, они уже все, что там старше определенного возраста, это типа того, что это уже старая шелуха, освободите нам дорогу. Вот. И это необязательно говорить, что вы там все старые пни, старье там туда-сюда. Достаточно уже себя вести определенным образом и определенным образом говорить. И вы сразу ставите, он сразу ставит, я его начинаю слушать просто через силу, потому что это моя работа. Вот. Но если бы это не было бы моей работы, то я бы его, естественно, даже и не слушал, а пролистывал. То есть, мне, как говорится, работа нервная, потому что приходится слушать тех и читать, которые мне не нравятся. Вот. Вот. Но подъявляющее большинство обывателей самых разных возрастов, вот именно на уровне вот этого первого восприятия, первые четыре секунды. Он наш или он не наш? Как только увидишь человека с длинными такими волосами, бородкой такая от барбершопа, очочки модные, да. Все. Его можно не слушать. Он ничего толкового не скажет. Публика, которая состоит из таких людей, они как только увидят дядечку в пиджаке, в галстуке, вот, знаете, вот, ну, такого чиновника, они тоже ничего его не будут слушать, потому что он чиновник. И везде же, особенно на постсоветском пространстве, сложилась страшная вещь. Молодые люди, особенно которые, как говорят, творческих профессий, вот, креаклы их раньше называли, десять лет назад, сейчас как-то по-другому. Вот. Эти люди никогда не работали в бюрократии. Что есть? То есть, да. А, понимаете, когда вы не работали в бюрократии, вам легко обсуждать и осуждать, главное, президентов, начальников, директоров, потому что, ну, что, надо же делать вот так, это же всем ясно. Но когда вас выбирают, и выясняется, что сверху кто-то еще, снизу еще, справа, слева, и у вас вот такая пачка инструкций написанных. Вот. И плюс еще где-то там маячит прокуратура за то, что вы не имеете права это нарушать, да. Ваша психология и ваше поведение деформируется. Конечно, и после того, как там, кого бы там не выбрали, у нас кто из опытных? Сейчас есть четверка в национальном объединении, сейчас есть, или сколько там, четыре человека, по-моему, из национального объединения сейчас в Думе были. Ратникс, там еще кто-то. Четверка из Венуты бы. И, по-моему, этот, я вот только знаю по твиттеру, Змей Мишарауский. 63-й номер. Ну, в САСКО не во многом состоит из депутатов в честь служит Риги во многом состоит из таких депутатов. Конечно, в честь служит Риги это вообще дрим-тим, если бы, конечно, не честь служит Риги, которые, к сожалению, немножко себя запятнали в моих глазах. Ну, вот если немножко ближе к нашим именно выборам, к нашим личностям, многие, мы об этом тоже говорили немножко в прошлом эфире, с вами тоже затронули, что нет ярких личностей именно на пост мэра, что многие жалуются, что вот раньше говорили Рига, Ушаков. Ну, сразу понятно. И даже если мы посмотрим на его соперников, даже в 2017 году, все равно это люди, которые потом себя достаточно ярко показали и в Сэйме или до этого показали. Бондер был. Бондер, который, кстати, у нас будет в эфире в 16 часов, и Арманд Скраузе, который тоже у нас будет в эфире в 16 часов. В общем, там были люди, которые, а сейчас, вот вы сами говорили, что там Константин Чекушин при всем том, что он там много делал для движения «Что, где, когда» и для русских школ, но как личность, он не очень известен широко в публике. И получается, кто он остается? Ральф Немира, который был министром, Мартин Шстакис с какими-то оговорками и все. И вопрос в том, насколько это нужно, потому нужен ли действительно яркий политик на мосту мэра, потому что если мы вспомним Лондон, Копенгаген… Там выбирают мэра. Ну, там выбирают мэра. Это был 2016 год, сейчас там другой человек… Садиб Хан. Он очень известный такой джентльмен. Он известный, потому что у него родители приехали… Я не могу так сказать. Ну, то есть, если человек интересуется вот этой вот всей урбанизмой, вот этой урбаноты и все это, он известный человек. Стокгольм… Я не знаю… Варшава… Как и Дальго в Париже. Это тоже, ну, это такой человек, который тоже очень известный, который… Женщина, которая пришла, сделала велодорожки, всем понравилось, и еще больше давайте велодорожки. То есть, она же освободила набережную. А если взглянуть на восток, господин Собянин… Ну… В России это отдельная история. Заметьте, что Собянин – это хозяйственник из Сибири. Многие до сих пор его так вот сибиряком и зовут со снобизмом своим собственным, но ведь действительно Москва до Собянина и Москва во время Собянина – это уже по сути дела два разных города. Похорошего, как говорится. И нет, я был… Мне Москва современная, Собянинская, нравится гораздо больше, чем старая. Но при этом Лужков… При этом Лужков, как лично, мне все-таки кажется, был ярче и более запоминающимся, чем Собянин. Собянин – это вот именно… Я скажу, Собянин – это, я бы сказал так, фин… Вот, понимаете, это финский тип такой, да? Это технократ, который все… Значит, если здесь не по линейке, значит, нужно выровнять по линейке. Так, плитка… Кто-то сказал, что плитка покачалась. Так, плитку близко убрали, новую плиточку поставили. Так они плитку там каждый год меняют, все смеются. Это же очень здорово стимулирует. Почему? Нас удивляет, что мы должны каждый год менять смартфоны, а не удивляет, что нужно менять каждый год плитку. Модная плитка этого сезона. То есть, вам кажется, что… Я просто все это… Про московскую политику можно очень много говорить, но все-таки возвращаясь опять-таки к нашим депутатам и кандидатам. То есть, все-таки вам кажется, что нужна сильная и яркая личность на посту мэра, не может быть просто работящий хозяйственник, который знает все… Ого, хозяйственников, да, спасибо. Ну, хозяйственник… Ну, хозяйственник, понимаете, если он не яркая личность, серая мышь какая-то, то он же будет тогда прислушиваться одновременно ко всем. А если вы прислушиваетесь ко всем, то вы не делаете толком ничего. Он будет прислушиваться к своей партии. Ну, вот к своей партии, да. А он должен уметь сам предлагать какие-то вещи. С другой стороны, сейчас вот, что я слышал, статис предлагает выбирать исполнительного директора лиги, то есть, в принципе, это первый человек-то в городе. На открытом конкурсе вот там вот пускай будет отличный хозяйственник, которого будут контролировать депутаты, избранные всеми жителями. Ну, уже. Почему бы нет? Но, с другой стороны, опять же, возвращаясь к тысячелетней истории человека, ну, за что мы? Мы же не будем за буквы голосовать. Нам нужен человек спереди. Линда Озола – красивая женщина. Олег Буров – красивый мужчина. Статис, Тирсис, Валайнис – высокие мужчины. Они сейчас все обиделись, что вы не назвали красивыми. Нет, нет. Они высокие. Вы просто посмотрите. Я сам слышал, как в 2009 году на выборах, когда победила, согласие, да, я помню, как женщины молодые, успешные, заметьте, потому что стоило посмотреть, на каких машинах они приехали. Они сказали, какой красивый. Имея в виду Нила Ушакова. Конечно. В 2009 году Нил Ушаков – это обложка глянцевая. Понимаете? И я абсолютно уверен, что многие люди действительно голосовали именно потому, что у движения был такой лидер. Харизматичный. На их личной лачочках. Ну, как, не знаю, тогда у него была эта неприличная прическа. Да. Сейчас гораздо более прическа. Вот, превращаемся в полицию моды понемножку. Да. А кто самый красивый из 15-ти, давайте тогда? Вот у меня… А все-таки, вот скажите, а национальный вопрос, вот он имеет… Все партии, с одной стороны, клянутся, ну, не все, кроме национально ориентированных, что это вопросы хозяйственные. Мне здесь национальный вопрос не имеет значения, но, тем не менее, мы все равно понимаем, что он имеет значение. Есть лозунг «давайте вернем Ригу» и… Мэйк Рига – грейтый ген. Да. Латвийный ген. Да. И вот все-таки вот этот национальный вопрос, он дает о себе знать? То есть, вот у избирателей подсознательно… Конечно. Ну, здесь, как это, здесь вы перешли на какой-то… Ну, на не, так скажем, не на поляну «Пилса Тациловики» и просто как человек, который живет в городе, да, наверняка. Почему нет? Свой, чужой. Почему мы здесь говорим по-русски и слушают нас люди, которые тоже говорят по-русски. И здесь, если мы скажем «Голосуйте за национальное объединение сейчас же…» Это не была реклама? Да, да. Я вспоминаю о чем… Вряд ли кто-то купит. В 90-е годы, вот в 91-й, да, вот когда вот только-только произошло восстановление независимости, но еще до октябрьского тогда заседания, да, последнего заседания Верховного Совета, когда вдруг обнаружились, что есть граждане-неграждане, да. Так вот, до этого ведь очень интересно. Я присутствовал на мероприятиях, где говорили о том, что вот мы латыши, мы русские славяне, балтославяне, мы из одной ветви. Что вы посмотрите… Женщина одна, филолог, говорила о том, что вы посмотрите, вот вы говорите, множество используете, знаете, старорусских слов, но они присутствуют в латышском языке, например, базница. Ну, по-русски есть божница. А слово бог. Божница. Да, то есть, это все. Солоп, ну, типа такая длинная шума, солнце, саллы, снег, 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 понимаете? Ну, все. Вот он говорит. Это древние базовые слова. В то время, кстати, в Вильнюсском университете, не в Вильнюсском, в Хельсенском университете через 10 лет я зашел в университет и увидел надпись «Балтославянская кафедра». То есть, я хочу сказать, что 30 лет назад говорить о латышском языке, о русском языке, о латышах, о русских получалось как о что-то таком едином. И вот эти латышские активисты, кстати, на Сахалин долетали, где я тогда работал, говорили, ребята, ведь мы же действительно из одного корня, из одного угла Европы, вот этого региона. И изучая латышский язык, вы определенным образом изучаете язык своих далеких предков, потому что там полторы тысячи лет тому назад понимали друг друга, ну, без переводчика. То есть, был такой интенция, такой посыл, что мы… Все мы братья. Мы братья, просто мы уже, так сказать, говорим по-другому, но изучая языки друг друга, мы себя обогащаем и получаем очень много полезного. Но простите, ведь мы же сами видим, что за последнее время, наоборот, идет тенденция как бы вы сами по себе, вы сами посидите. И это, кстати, заметно и со стороны латышских национально ориентированных людей, и со стороны русских национально ориентированных людей. Получается, что типа как у знаменитого стихотворения Волошина, средних нет, либо за, либо против. Я по соцсетям замечаю, по своему собственному какому-то общению, что если ты, например, русский, и при этом говоришь что-то из разряда, ну, наверное, обучение на латышском языке в Латвии в средней школе обосновано, то ты сразу становишься предателем нации. И наоборот, если ты латыши, например, говоришь, ну, я проголосовал за согласие, то, опять-таки, среди вот этой... Но есть эти люди, для которых национальность не важна, просто почему-то они затыкаются. Да потому что их легко заткнуть. Понимаете, те люди, для которых все... Неважно, что, условно говоря, будут, какие деревья, какая улица, ширина улицы Вальдемара, им главное, чтобы там было это сказано на нужном языке, вот, то эти люди обычно самые активные, вот, если не сказать агрессивные. Вот в чем проблема. Но вот на одних дебатах, я с удивлением уверен, что представитель, ну, не будем говорить, какой партии, но сказал, что вот наша цель сделать, чтобы в Риге было больше латышей. Но, с другой стороны, количество латышей – это же константа, ну, по Латвии. То есть, понятно, что тогда... Можно понять так, что это из Латвии, чтобы приехали или вернулись латыши из... Ну, да. Или демография. Да. Или демография, да. Но демографии тут, как бы, за эти пять лет достаточно сложно. Мне кажется, что если в городе будет все хорошо, не будет мусора, будут хорошие велодорожки, местах для прогулок, с колясками, белки будут бегать. И все, все будут довольны, и народ сюда потянется. Вопрос только в другом, о том, что сюда автоматически потянутся и люди из-за рубежа. Да. Пакистанский кебаб любимый всем. И мы не можем понять одной зачастую, не можем понять одной простой вещи. Раз мы вошли в Евросоюз, то мы должны понимать, что процессы Евросоюза, которые есть в той же самой Финляндии, где находится, слушайте, медвежий угол Европы раньше называли, но если вы в Хельсинки идете в центре города, каждое четвертое, пятое лицо будет с муглым, если не сказать, черным цветом кожи. А в восточной части Хельсинки там будут на каждом углу хиджабы, тюрбаны или, например, будут люди между собой говорить на великом и могучем языке с матерным оттенком. И самое интересное, что это да, это Европа. И вот нам нужно понимать о том, что какую мы Ригу хотим в конечном счете иметь и за какие деньги, потому что Рига, в которой не будет вот этой активной деятельности, я вполне уверен, что, в принципе, если сделаете Ригу, например, городом велосипедистов, то сюда приедет, конечно, больше людей, например, работать из той же Дании, Швеции, Голландии, ну, просто им психологически будет здесь легче. Ну, построите другую Ригу, другие люди приедут, но мы должны понимать, что никакой вот такой вот законсервированности не получится. У нас, к сожалению, подходит время эфира к концу.